Всем привет! Давайте еще поразбираемся с возможностями программы ZBrush. Танк я пока оставил, не могу найти многие детали как сделать, поэтому давайте отключим пока наш танк и подумаем на другие видео, которые показывают как можно сделать, допустим, монету или давайте в этом видео разберем как из бюста можно сделать плоский рельеф. Давайте откроем наш бюст, это будет у нас Wesley Snipes. Вот так он у нас выглядит, давайте нажмем Edit и сделаем теперь вот что. Вот наш бюст, надо его преобразовать в рельеф, можно из него сделать ба рельеф и рельеф. Ну давайте с рельефом поработаем, нажмем Move, посмотрим сейчас откуда он убирается. Так, не с этой стороны, значит вот эта сторона, вот так мы это дело все делаем. Вот так. Вот что у нас получилось. И теперь давайте вот этой частью сдавим нашу модель вот до такого состояния. вот у нас получился рельеф, все прикольно вроде, да, все быстро, вот такая фишка получается. Вот так он выглядит сбоку, здесь еще нужно будет поработать, чуть уменьшить вот это плечо, сделать, выгладить его и придать ему вид плеча, ну а лицо у нас уже готово, вот такая у нас фигура получилась, ничего сложного. Давайте теперь сделаем ему кольцо, типа монету, это дело мы сохраняем, вы уже должны знать как, либо Save As как проект, либо Export как модель. Опш, я сохранять не буду, она у меня уже сохранена. Давайте теперь это дело удалим, откроем наш цилиндр, с которым мы уже в прошлых видео работали. И вот с цилиндра давайте сделаем подобие монеты, вот где-то. Давайте потолще сделаем, вдруг потом что-то нужно будет с ней работать. Так, ну вот такое мы сделали, уберем давайте дивайдов. Стоит у нас в пассе Y. Что еще можно сделать? Вот теперь мы это дело преобразуем в Make Polymesh. Все, в принципе, у нас готово. Давайте теперь сделаем ее в Dynamesh. Полигоны сделаем однообразные. Вот такая сетка у нас получилась. Все, теперь мы можем ее сохранять, эту модель. Опять же, так же. И теперь давайте, после того, как мы сохранили модель и ее загрузили, я опять же не буду это дело объяснять, тратить время ваше. Давайте теперь откроем Subtool, нажмем Append и найдем наш вот этот плоский рельеф с Wesley Snipes. Вот теперь давайте переключимся на Wesley Snipes и немножко поработаем с ротацией. Вот так это все выглядит. Опять мы эту фишку вот так повернем. Давайте теперь выровняем ее относительно нашей монеты и, приблизив намов, выровняем ее уже тут. Опять включим ротацию, уберем низ чуть вбок. Опять сделаем вот так и немножко ее крутанем. Вот так мы немножко крутанем. Опять нажмем Move. Процесс, конечно, нудный, долгий. Но результат обрадует, если все будет хорошо у нас получаться. Так, вот так он ложится. Теперь давайте поработаем с нижней частью. Так, ротацию включим. Вот так мы его выровняем. Теперь давайте уменьшим. Вот так где-то. И переведем, приблизительно сделаем центр. И углубим в саму монету. Приблизим теперь поближе. Вот такая у нас пустота получилась. Значит, опять надо поработать с ротацией. Вот так сделаем. И немножко. Вот так прижмем. А здесь вот так. А теперь вот так выровняем. И теперь ее, вот эту часть, вот так сделаем. А эту часть выведем вперед. Вот так где-то. Вот такое дело у нас получилось. Давайте еще приблизим. Так, монета еще не лежит у нас. Давайте чуть-чуть. Утопим. Вот что у нас получилось в этом видео. Давайте теперь в следующем видео рассмотрим, как надписи вставить сюда. И потом посмотрим, как тут узоры можно будет сделать. Разберемся, как вот с боковой частью. Поработаем чуть-чуть. Ну, поймем в принципе, принцип, как делается монета и многие части, разные детали. Вот это мы все сделаем еще площадь. Все. Всем до свидания. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.